Друзья, зачем вы себя уговариваете? Когда вам хорошо, вы себя не уговариваете. Если вас это не устраивает, значит, это надо менять. Всегда мечтала, вот такая мечта, получить Нобелевскую премию, была со мной с 8 лет. Я такая, так, я иду в отпуск. Первое, что тебе нужно сделать, это найти как можно больше ушей и вылить весь свой гнев. Кто я такая, чтобы от этих возможностей отказываться? Друзья, снова здравствуйте. Вы на канале Марины Велес, и я продолжаю говорить с прекрасными умными женщинами о взрослении. Они же не сразу, мы же не сразу рождаемся взрослыми. И вот как раз предпринимательство, а я приглашаю на интервью женщин-предпринимателей, это один из периодов, один из моментов взросления. И сегодня у меня в гостях эксперт по архетипам, исследователь и мудрец Надя Балыкина. Надя, я тебя представила. Может быть, ты хочешь что-то добавить к этому? Представь себя сама. Привет, Марина. Чем ты занимаешься? Очень рада здесь быть. Я занимаюсь архетипами. Если говорить про инфобизнес, в котором мы все как-то сейчас работаем и проявляемся, то я всегда говорю, что я больше про инфо, чем про бизнес. Но тем не менее, все равно жизнь так ведет, что ты выходишь в общее поле, в пространство и занимаешься бизнесом. И, как говорится, никогда я не мечтала быть предпринимателем и становиться какой-то такой боевой женщиной, как Жанна Деар, которая идет вперед, рушит все границы. Я, скорее, наоборот, всегда была такой девочкой-девочкой, которая всегда за кем-то. И история взросления – это супер моя история. В предпринимательстве я вышла по воле судьбе и случая. Если говорить про то, кто я, то я скорее себя идентифицирую как с человеком-исследователем и ученым, который занимается исследованием этой жизни, мира, людей, маркетинга, брендинга и всех сфер. И делаю я это через систему архетипов, через типизацию архетипическую. Вот если коротко, то так. Ты произнесла такую фразу «я скорее была за кем-то» или «я скорее тот тип женщины, которая за кем-то». А развернешь тут немножко свою мечту или свое представление о том? Ну, я вообще жила с конкретной четкой картинкой, что я буду женой какого-то миллионера. Ну, если мне миллионера, на Стива Джобсона, на какого-то человека с сильной творческой реализацией, с большой харизмой. И когда я вышла замуж, я абсолютно точно видела в этом человеке именно такого предпринимателя-творца, который способен создать что-то очень масштабное, классное. И, ну, жила я долго в этой картинке, пока у меня не случился развод. И мне казалось, что я точно ни для какой роли больше не подхожу, не гожусь. И это вообще вот моя стихия, моя стезя. Но жизнь так развернула в такую сторону мою какую-то судьбу, что я поняла, что, оказывается, как ты вот говоришь, мы сами хотим быть тем, кого проецировали на своих каких-то партнеров, мужей. И это действительно так. Очень многие знакомые мне потом сказали, ты пыталась сделать из человека того, кем ты являлась сама, но боялась себя в этом признаться. Это, кстати, многих женщин касается. Между прочим, может быть, в этот самый момент кто-то из вас узнает себя. И как раз Надя за кадром говорила о том, что на ее вот это вот... Когда ты поделилась, я мечтала быть женою кого-то вроде Стива Джобса. Я говорю, а потом мы сами стали теми парнями, за которых мечтали выйти замуж. Это, кстати, моя мечта выйти замуж за миллионера, моя детская мечта. У меня есть программа, как выйти замуж за миллионера, которая создавалась уже во взрослом осознанном возрасте. И программа эта привела слушательниц моих к тому, что многие из них в конце изъявили желание сами стать миллионерами. Это к тому, что вот, как ты произнесла, мы проецируем. И это касается женщин прежде всего. А почему? Потому что женщина отказывает себе в собственных миллионах. Потому что она женщина, потому что она не сможет, потому что она слабенькая, потому что это не женское дело, потому что если она заработает, то отношения развалятся и так далее. И вот это вот начинается, да? Он, он, он. И это имеет место быть. И есть такие союзы, и они довольно-таки гармоничны. Самое главное здесь не обманывать себя и вовремя увидеть свой потенциал. И очень часто этому способствует развод. Я сейчас занимаюсь архетипами, как я уже сказала, и мне очень нравится смотреть на эту тему, в том числе через мифологию, через различные мифологические сюжеты, потому что мифы — это то, что никогда не случалось, но то, что с невероятной частотой повторяется. И я сейчас вижу жизнь так, что каждый из нас проигрывает какой-то архетипический, мифологический сценарий. И когда ты начинаешь понимать, кто ты в каком-то архетипе, ты даже можешь увидеть свой сценарий жизни и понять, где там находится волчья яма и что тебе нужно с этим сделать. И вот у меня была точно классическая архетипическая история Персифоны. И я думаю, что очень многие женщины в архетипе девочки такой, у которой очень сильный внутренний ребенок, себя могут узнать в этой истории Персифоны. Это девочка, которая росла с достаточно сильными родителями-хранителями. Это мать Деметра и Зевс-отец, которые не давали ей места и прохода куда-то выйти, сходить. Это такая история Амелида. И вот она вырастает, и, естественно, ее ворует царь Аид, такой абьюзивный мужчина, царь подземного царства. И она становится его рабыней. Потом она внутренне вырастает, понимает, что что-то тут не так, бежит от него с разными ветренными гермесами, с влюбленными Дионисами. А потом возвращается на позицию королевы своего подземного королевского царства. И это и есть та самая история взросления и превращение девочки простодушной в такую королеву-правительницу, когда она вырастает и взращивает внутри себя вот эту взрослую часть и становится на позиции равного рядом со своим очень сильным мужчиной. То есть взросление таких девушек не означает, что они сейчас вырастут, станут предпринимателями и все будут делать сами. Но это скорее встать в позицию равного с таким очень сильным и могущественным и влиятельным мужчиной Аидом. Вот сейчас я вижу такую картину из своей истории и очень многих людей. Сразу хочу пометить, потому что, дорогие слушатели, зрители, я вас знаю, это не буквально. Вас хватил какой-то абьюзер, и вы должны к нему вернуться через несколько лет. Нет, друзья. То есть это образно вы взращиваете себя, и рядом с вами следующий сильный, тоже взрослый мужчина, ведь абьюзер – это же недовзрослость. Поэтому следующий партнер, он будет взрослее, потому что вы будете взрослее, отношения уже будут качественно другие. Ну, знаешь, опять-таки, я вот сейчас перестала делить людей на абьюзеров и не абьюзеров, на жертв и не жертв, потому что в каждом из нас есть некоторая проявленность у него части. Про что нам говорят архетипы, что есть 12 типов личности, 12 типов людей, и у каждого из них есть своя сильная часть, сильная сторона, и есть теневая и слабая часть, в которой человек проявляется как-то неэкологично по отношению к другим в этом мире и огребает, соответственно, тоже, и имеет в своей жизни всякие проблемы, находясь в этой теневой истории. И если ты способен быть рядом с человеком, находясь в своей силе, а не в теневой части, если ты способен, даже находясь в этом архетипе маленькой девочки, проявлять силу этого ребенка, а не беспомощность и слабость, то и рядом с тобой человек, который потенциально может быть абьюзером, он не сможет проявить свою теневую часть, у него просто не получится это сделать. Поэтому вряд ли стоит бояться абьюзеров, нужно уметь с ними быть рядом, уметь с ними, не знаю, работать, не то слово, но находиться и видеть силу в этих людях. Потому что очень часто я сталкиваюсь с людьми, которые не любят нарциссов, не любят абьюзеров, ну, все мы не любим, да, но у этих людей есть очень важная сила, и всем хочется, пожалуйста, позитивную часть заверните, а вот эту, пожалуйста, заберите, но так не бывает. И скорее важно научиться здесь быть в своей силе и научиться принимать эту теневую часть человека и научиться с ней быть рядом, идти через нее, смотреть в силу человека, понимая, откуда рождаются его слабости, понимая, как с этим можно ужиться и соединиться. Конечно, ведь люди вокруг нас, они отражают нас в первую очередь. Да. Поэтому если тебе не нравятся те, кто тебя окружают, если тебе не нравится отражение, поработай над лицом. Да, это правда. И про выбор партнера тоже, вот если взять архетипы, да, 12 сил, 12 теней. Очень часто мы не принимаем какую-то теневую часть, да, если мы говорим про архетипы, в каждом из нас есть все 12 типов личности, и очень часто какая-то из этих типов личности бывает непроявлена. Например, у девушки был папа очень сильной нарциссической проявленности, и она блокирует вместе с этим нарциссизмом внутри себя и свой архетип любовника, и боится проявляться, боится выходить в большую массу, в большую аудиторию, хотя ей очень истинно этого хочется, и в ней очень сильная эта часть, которую она отвергает, не принимает, и ходит по психологам, бесконечно прорабатывает историю того, как перестать хотеть получать внимание. Я говорю, а зачем тебе переставать хотеть получать внимание, если это твоя очень сильная часть, у тебя этот архетип очень силен, попробуй его принять просто в себе, и согласиться с тем, что ты в чем-то Алла Пугачева, и разрешить себе эти стадионы, букеты, большую аудиторию, большую проявность. И Филиппа Киркорова. Да, и Филиппа. И это очень многих раскрепощает, и партнеров мы себе всегда выбираем всех, кого мы любим примерно так же, как и ненавидим. То есть у нас какая-то часть в нем есть, которой мы очень сильно восхищаемся, потому что себе это не разрешаем, например, какой-то сильный эгоизм, сильный пофигизм, или наоборот, у кого не хватает какой-то заботливости, берут себе в партнера мужчину очень заботливого, а потом эта же часть начинает нас в нем бесить, раздражать, потому что мы в себе эту часть не принимаем. И вот такое исследование себя через архетипы очень сильно помогает понять, где я сейчас в этой системе координат, где я западаю в тень, что я себе не принимаю, как мне из этой теневой части выйти в свою силу. И ты начинаешь уже быть, знаете, во главе управления своими частями. Ты можешь в разные периоды жизни, в разных обстоятельствах, в разных жизненных ситуациях управлять своими частями так, чтобы получать от этой жизни то, что ты хочешь в данный момент. И это очень здорово. Я поэтому так люблю сейчас эту систему. Мне, наверное, тут хочется про треугольник Карпмана вспомнить. Все же очень любят эту систему, эту историю. Она понятна, да, она популярна. Очень легко поделить всех на жертв, абьюзеров и спасателей, потому что визуально ты даже можешь себе представить этого спасателя, эту жертву, этого палача. И, наверное, чем интересны архетипы, что они позволяют людям точно так же визуально представить вот эту часть свою внутреннюю и без сложных концепций психологии понять, где я сейчас нахожусь и как мне из этой истории выйти, что самое интересное. Потому что как выйти из треугольника Карпмана, очень мало кто рассказывает, и мало кто про это говорит. Он просто есть и есть. Всем кажется, что эта история его не касается, что где-то там есть абьюзеры, жертвы и спасатели, а я-то, конечно, не такой. Но на самом деле мы все там бываем. Я там в белом пальто. Да, да, да. Извините. Все мы бываем в этих теневых частях, да, и опять-таки нет такого, что люди делятся на жертвы творцов. Вот я просто убеждена в этом, что мы в разные периоды времени бываем теми и другими. Можно взять даже Гитлера, рассмотреть. Это человек, который так много натворил в жизни, и это очень сильный лидер, который какой-то период своей жизни был в очень сильной проявленности как сотворитель этой жизни. Как он ее сотворял, мы это обсуждать не будем. Это его Путин, тем не менее. Он делал очень большие действия, был точно творцом своей реальности. Но умер-то он как абсолютная жертва. И вот это переключение может происходить абсолютно с каждым, абсолютно в любой момент времени. И важно просто научиться эти свои части вовремя оттуда выходить и переключаться. А вот это вот слово осознанность, осознавать, что с тобой происходит, и как этим управлять. Или не управлять, потому что на управление нужен ресурс, а мы все люди, и у нас не всегда есть ресурс. И тогда ты замечаешь спустя какое-то время, что тебя занесло, и ты оказывается там уже какое-то время. Очень интересная беседа получается. Сразу видно профессионала. Все, сразу видно количество деталей, глубина, и не остановишь. Не остановишь. Я сама заслушалась. Ты упомянула про то, что ты бывший научный сотрудник. Я хотела бы, чтобы ты повторила это на камеру, это было за кадром. Вообще я всегда мечтала, вот такая мечта получить Нобелевскую премию, была со мной с 8 лет. Кто-то хочет Оскар, кто-то Нобеля. И она как-то у меня была всегда. Я в эту сторону шла, я поступала в Химфармакадемию, я шла по научной линии. Потом я поняла, что в науке нет денег, я не скрою, что для меня это немаловажно иметь большую материальную базу. У меня тогда появился муж, и я такая под этот шумок того, что есть безопасность некоторая финансовая, я ушла. Я пошла в предпринимательскую историю. Он меня тогда заразил этой темой. Мы с ним вместе ходили на всякие маркетинговые конференции. И я сижу, думаю, вот эти АБ-тесты, аналитика, сайты, юзабилити сайтов, где, куда, какой зрачок, куда люди нажимают. Я думаю, боже мой, вот где наука, я чем-то не тем занимаюсь. Современная наука. В общем, я даже на предпринимательство смотрела с научной точки зрения. Мне было интересно вот это все разобраться, тестирование, гипотезы, анализ. И я пошла в открытие своего первого бизнеса. Это был магазин скрабукинга. Муж мне тогда очень сильно помогал. Он брал всю свою маркетинговую часть, а я занималась там исследованием рынка с точки зрения товара, наймом персонала, созданием сайтов, брендинга, управлением вот этого всего. И у нас такой вот тандем был, но денег там тоже не было. А поясни зрителям, я-то уже знаю, потому что мы вчера ужинали. Что такое скрабукинг? И почему там нет денег? Скрабукинг – это товары для творчества, это товары для создания фотоальбомов, открыток. Это достаточно дешевые товары. Ну, там, например, один товар стоит 11 рублей бумажка. Ну, это по тем временам. Сейчас, я не знаю, уже давно не в той нише. Но представьте, для того, чтобы вам собрать заказ, например, стоимостью 2 500 со средним чеком, сборщику заказа приходилось тратить час, например. В то время как в ювелирном магазине товар стоимостью 5 000 сборщик может собрать за 2 минуты. Это все пришло понимание гораздо позже. Мы ходили на разные бизнес-обучения, стало понятно, что нужно продавать то, что весит мало, стоит дорого, нужно постоянно. Такие были критерии. Я посмотрела тогда на свой бизнес и поняла, что тут что-то не то. Потом у меня родилась дочка, было очень сложно совмещать, и муж ушел в свой бизнес. В общем, мы приняли решение это все продавать. Так я ушла тотально в декрет, и опыт предпринимательства на этом мой закончился. Причем, когда я относила в налоговую уведомление о том, что я больше не ИП, я перекрестилась и думаю, боже мой, никогда, никогда в жизни я больше не открою ИП. Столько сложностей, страхов, преодолений. После моего теплого местечка НИИ, где мне платили нормальную зарплату, потому что я там еще совмещалась с производственной частью, я в производственной части достаточно хороший был. Хорошая была ситуация, я думаю, господи, во что я ввязалась? На чем мне это нужно? Это предпринимательство? Все, заберите, распишитесь, больше я ИП не стану никогда. Лучше я буду женой миллионера. Вот так. Научные статьи писала? Да, научные статьи были, причем мне сулили достаточно хорошую карьеру, и мой научный руководитель, помню, вызвал меня и говорит, Надя, великим ученым ты не станешь. Негативное мышление. Да, да, да. Великим ученым ты не станешь, но хороший ученый себя точно может получить. И он очень переживал, что я вышла замуж за предпринимателя, потому что в его картине мира предприниматели это были воры, просто люди совершенно с отсутствием ума и мозгов, которые только и делают, что зарабатывают бабки. И вообще как... Без мозгов. Без мозгов. Прикиньте, как это было. И как я могла до такого опуститься? Он потом к мне подошел, какой-то мне сказал, ну ничего, вы знаете, я тут прочитала статью, что 70% ума детям передается от женщины, так что все будет хорошо. С вашими детьми. Он искренне переживал, вот такая была история. И мы с ним вместе, под его руководством, да, были написаны статьи. Три статьи были опубликованы в моем соавторстве в Российской Академии Наук. Меня даже из-за них не пускали в Америку и не давали американскую визу. Вот такое тоже было, потому что это было связано с биологией, с областью химфарма, поэтому такая история тоже была. Боже, как интересно! Друзья, как же это все интересно! Поэтому отсюда такой глубокий подход. Привычка подходить глубоко. Да, глубоко. Отсюда такой глубокий подход. Глубоко интересно. К архетипам. Я вот здесь специально себе записала фамилии, чтобы никого не забыть и всех упомянуть. Ты работаешь с лидерами рынка и консультировала Виолу Инсталову, Юрия Мурадяна, Рейру Рейру, друзья, между прочим. Была наставником на курсах Дюкарева и Афониной. Я училась у нее, и у Дюкарева училась. А у Дюкарева работала... Да, вот Инги Лабзе. Но я ее консультировала. Консультировала, ну просто. Вот видите, вот эта привычка обесценивать. Ну так что-то просто где-то. Где-то просто, да, пойдите и проконсультируйте. Расскажи, пожалуйста, как ты докатилась до такой жизни? Как ты... Подлиннее или покороче? Как ты пришла к этому? Ну у меня случился развод. Это был 2000-й год. Коронавирус, развод. Все, типа, мир рушится, жизнь рушится. А у меня вот этот архетип девочки и персифоны, то есть у меня вообще... Я сидела и понимала, что я не знаю, как вообще жить. Если бы не мои дети, мне хотелось просто открыть окно и выйти. Слава богу, что на тот момент у меня были дети. И они заставляли вытирать слезы, вставать и идти делать. И у меня было полное чувство, что я ноль. Мой муж точно гений, а я никто и ничто. И слава богу, что мне так повезло, что он вообще меня взял. Да, вот этот. Обесценка была тотальная. Вот. Какой-то сюр. Да. Сейчас вот слушаешь, наверняка ты сама себя и думаешь, какой сюр. Да. И я вообще не понимала, чем мне делать. У меня были сбережения. Я помню, что 50 тысяч рублей. Я решила, что я выделю, чтобы набрать аудиторию в Инстаграме, потому что куда мне идти с двумя детьми, но только быть блогером. У меня мысль номер один, я стану блогером. Я разобралась в Таргете за два ночных часа. Год я не могу в этом разобраться, но когда надо, понимаете, вот когда вам надо, вы разберетесь во всем за два часа. Настроила я Таргет за два часа. У меня очень хорошо сработали макеты, которые нарушали все законы рынка, но оказалось, что я просто… У меня есть чутье на то, как реагируют люди. Вот в этом я, наверное, мастер. Я умею чувствовать, почему люди сюда нажмут, а почему не нажмут. И очень хорошо ко мне 5000 человек. Я набрала примерно за месяц-два. Я села думать, что мне делать с этой аудиторией. Это была аудитория мам в декрете, которые очень любят стиль, дизайн, интерьер, потому что я привлекала свой аккаунт на красивый интерьер моего загородного дома. Такая была фишечка. УТП мое. Глогером стать мне не получилось, потому что я попробовала делать рекламу. Я поняла, что реклама стоит так дешево, что вложения мои в набор аудитории не окупятся сейчас. Что это раньше, когда был по рублю подписчик, это было актуально зарабатывать на рекламе. Но не сейчас, когда подписчик стоит так дорого, очень сложно окупить. Я подошла к этому чисто с бизнесовой и скорее с научной точки зрения. Я села и математически все рассчитала. И я подумала, а чем я еще могу быть полезна этому миру, кроме как блогерством. И я стала давать консультации по упаковке профиля. Типа шапка профиля. Конечно, люди приходили за 2 800 шапка профиля разобрать. Я понимала, что мне, чтобы шапку профиля разобрать, нужно внырнуть в бизнес. И они узнавали, что оказывается у меня есть неплохие компетенции в этом, что я понимаю в маркетинге, в брендинге, в продажах. И так оказалось, что люди меня хотят купить сильно больше, чем я предлагала. Я думаю, хорошо, мне надо пойти глубже разобраться в теме маркетинга-брендинга. Скупила все книжки по брендингу и по маркетингу, и мне случайно попадается книга «Герои бунтарь» Кэрол Пирсон про архетипы. Причем она попадается мне в каком-то интервью, ее не было в печатном виде, потому что она оказалась непопулярной. Книга написана очень сложным языком, на мой взгляд, потому что кто ее читал, приходил ко мне потом на курс, они спрашивают, где ты это прочитала. И прочитала я там, но просто, видимо, сложно было для восприятия другим людям. Прочитала я эту книжку, у меня, знаешь, как это небо разошлось, мир стал прозрачным, я все увидела, как все работает. Потом люди, приходя с факультетов пиара, маркетинга и брендинга и рассказывают мне о том, что, блин, почему нам так не рассказывали эту тему в УЗИ. Оказывается, это вот так все работает, это так здорово. И я немножко горжусь тем, что ко мне пришли люди, арт-директора крупных брендинговых агентств именно с темой архетипов брендинга и маркетинга, и они после учебы на моем курсе, на моих проектах могли создавать рекламные компании не за неделю, как они делали до этого, а за два дня создавать презентации. Эти презентации стали чаще выигрывать тендеры крупных заказчиков рекламных, ну, таких брендов, как Danone, Ikea и подобных крупных брендов, и они создавали рекламу в национальных масштабах. Для меня это было, конечно, очень весомый такой аргумент в пользу того, что я, видимо, действительно что-то в этом понимаю, хотя это была одна прочитанная книга. Тогда я поняла, что люди читают книги по-разному, поэтому смотреть нужно обязательно не только на уровень навыков, а навыки – это то, что мы наработали в течение своей жизни в процессе какой-то деятельности. Смотрите на уровень выше. Вот если пирамиду Дилтса кто-то из вас знает, разбирался в коучинге в этом. Все, кто следит за мной, должны знать. Да, на пирамиду Дилтса чуть выше есть уровень способностей и качеств наших, с которыми мы приходим в эту жизнь уже. И, кстати, архетипы в том числе определяют наши способности, потому что каждый из нас по-разному может одно и то же дело делать через свои определенные способности. Смотрите выше всегда, потому что то, как вы что-то делаете, не сделает никто другой. И можно прочитать всего лишь одну книгу, но рассказать и понять эту книгу так, что это окажется интересным для всех остальных людей, даже для тех, кто ее уже читал. Ты будешь совершенно по-другому это видеть и сможешь рассказать через себя, провести информацию совсем под другим углом. Конечно, особенно если книга сложная, как ты сказала, она написана сложным языком. И чем сложнее книга, тем больше смыслов, тем глубже она. И кто-то читает через предложение, кто-то из всего предложения увидит одно знакомое слово и его запомнит. У нас же фильтры и так далее. Мы в первую очередь видим знакомые слова и буквы. А кто-то, кто мыслит глубоко, например, научный сотрудник, он взял смысл из каждого слова, из каждого предложения. И, конечно, ты эту книгу развернула бы иначе, чем кто-то. Чем кто-то. Ну и давай, раз ты коснулась обесценивания, почему в шапке профиля у тебя не стоит ни одной из этих знаменитых в информационном бизнесе фамилий? Ну, наверное, потому что я этих людей консультировала с точки зрения брендинга, с точки зрения позиционирования личного бренда, а я сейчас ушла в тему психологии, в более широкую тему архетипов с точки зрения понимания того, кто я, какая у меня сильная часть, какая у меня слабая часть, как мне этим управлять, как выйти вообще в другое видение мира и поменять вообще картинку реальности внешнюю, изучив себя и поняв, где я в этой системе координат. Поэтому как будто бы сейчас кейсы классные, но они не бьются с тем, чем я сейчас хочу заниматься и куда я хочу идти. Это мое внутреннее такое сейчас чувствование, и это тоже был такой процесс ломки, как я себя вижу. Это все-таки человек, который на уровне духовно-психологических каких-то осознаний, практик, пониманий того, как устроена эта жизнь, делится с большим количеством людей, с широкой аудиторией этим и меняет жизни большого числа людей, а не делает это только для людей, кому нужен предпринимательская какая-то вот эта история, маркетинг, брендинг, вот это все. Поэтому я сейчас вижу себя скорее таким большим духовным наставником, и это не бьется с тем, что ты сейчас назвала. Просто прекрасные люди, которых я когда-то консультировала и которые когда-то выбрали меня в качестве эксперта именно в этой теме. Кстати, я сейчас мечтаю, мечтаю поработать с какими-то топами и лидерами рынка именно как коуча-психолог через архетипы. И, наверное, вот это я бы точно вынесла уже исходя из своего нового позиционирования куда-то вот прям в первый план. Потому что тогда это было больше как маркетолог, скорее всего. Хорошо, а как ты к ним пришла вообще? Как началась работа с ними? Кто к кому шел? Кто к кому нашел? Когда я прочитала эту книгу, у меня вообще, вот как я уже сказала, мир развернулся, и я увидела, как все устроено, и почему люди разные, и почему мы с мужем развелись, и почему мы вообще, оказывается, не должны были быть вместе. Самое главное вот это. Почему я? Вот. Я прям увидела там партнерство, все его там, потому что партнерство — это же тоже отношения, да? Да. Короче, я поняла, на чем все это выстраивается, на какой вот этой связке, сцепке. Это первое, что я поняла. Второе, что я поняла, что это же здорово применить в инфобизнесе, а не только на крупных мировых брендах. Потому что книжка написана про Пепси, про Кока-Колу, про Макдональдс. Я ее прочитала, и я поняла, что это же можно здорово переложить на инфобизнес и сделать упаковку профиля всем через архетипы. Когда вам что-то интересно, вы не можете про это не говорить. Вы просто начинаете об этом рассказывать всему миру. Не остановишь. Вы просто, знаете, как это... Я узнала, как ребенок, знаете, который что-то интересное открыл. Мамочка, я тут узнала, что, оказывается, планета крутится вокруг Солнца, да? Точно так же и я. Я просто это узнала, и мне было не остановить. Я ходила, делала разборы какие-то. Я помню, провела научное исследование, да, опять-таки, возвращаясь к науке. Я взяла двух продюсеров или наставников, и я взяла их визуал и спросила у своей аудитории. Вот просто глядя на этот визуал, этого и этого человека, у кого бы вы купили курс по там росту финансов? И 80% проголосовали за одного человека и 20% за другого, потому что это соответствовало визуалу, который человек транслировал, и архетипам, которые там считывались. Я говорю, а знаете, почему вы так проголосовали? Потому-то и потому-то. Я просто показала на практике, как люди выбирают, глядя на визуал, и как сильно мета-сообщение... А мета-сообщение — это все, что мы говорим не словами, а нашим визуальным видом, а нашими визуальными какими-то маркерами, аудиальными маркерами, какая музыка играет на фоне ролика или рилса сейчас, в какой стиле одежды одет человек, что он транслирует на уровне позы тела даже. Потому что если взять йогу, ведь йоги же как вообще появилась? Люди поняли, что определенное положение тела физическое позволяет человеку войти в определенное состояние. Вернее, наоборот, испытывая определенное состояние, человек входит в определенную позу. Есть поза героя в йоге, когда человек вот так стоит. И что, если мы сделаем наоборот? Мы поместим человека в определенную позу, чтобы он испытывал определенное состояние. На этом отчасти была построена йога. И я проследила, что на фотографиях очень многих экспертов, даже с точки зрения положения тела, видны их архетипы. Я прям собирала вот эти вот как маленькие бусинки и сделала свой курс, в котором я рассказывала, какие метасообщения, какому архетипу соответствуют, и как это все разложить и показать. И ко мне пришли просто с вот этого разбора. Вот Виола, например, ко мне пришла с этого разбора. Потом я делала разбор блогеров в прямом эфире. С разбора блогеров в прямом эфире пришла Рейра, потому что ее начали отмечать ее подписчики в большом объеме. И она говорит, когда меня очень много людей в маленькую единицу времени отмечают, мне кажется, что мне нужно прийти к этому человеку на консультацию. И так все потянулось, ниточка за ниточку. Все пришли вот каким-то таким способом. Очень многие хотят быть лидером своей ниши. И думают, что это возможно, если я приду к лидерам рынков других, и вот я с ними подружусь, я с ними познакомлюсь, и я стану тогда тоже лидером. Но это не так работает. Ты сначала сам для себя должен стать лидером, и очень сильно верить в ту идею, которой ты горишь. И когда ты очень сильно веришь в ту идею, которую ты преподносишь миру, и ты способен этой верой заразить других людей, в этот момент ты становишься лидером. И когда ты стал лидером, заразив этой верой миллионы людей, к тебе приходят другие лидеры и хотят с тобой повзаимодействовать. И знаешь, что еще интересно? Я сформировала этот нетворкинг, условно говоря, вот это поле топов, которые пришли ко мне на консультацию, не выходя из своего загородного дома практически ни разу. То есть все вот это я провернула, сидя за компьютером, за телефоном, живя с двумя дочками в загородном доме, не участвую ни в каких вот этих комьюнити, поездках. Это уже позже началось. Если есть желание, если есть огонь, если вам интересна ваша тема, вы всегда сможете, вот если вы способны заразить этой темой других людей, к вам придут. И к вам придут не тогда, когда вы станете лидером, а тогда, когда ваша вера будет сильна в то, что вы делаете. Это очень круто. Это вообще просто... Я все это знаю, естественно, но вот когда ты слушаешь от другого человека то, что думаешь ты, это прям от сердца к сердцу. Вот что значит любовь к своему делу и профессионализм. А то задолбали эти профессионалы, которые крутятся везде, блин. Все-таки про обесценивание. Я тебя хочу все-таки вернуть к этой теме. Присутствует у тебя что-то такое? Оно в разной степени случается периодически. У меня была, например, очень сильная проработка себя с точки зрения работы с топами, потому что мне вообще казалось, что они там какие-то боги-небожители, а кто такая я? Там просто книгу прочитала. Фифа такая пришла тут. Вот. И у меня прям... Ну, я прям пробирала, не знаю. Ну, просто через страхи шла, шла, работала над собой. Я прям понимала, не знаешь, до чего доходила. Я ехала в Стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге. И когда я там проезжала на машине, было даже до того, что я чувствовала, что я не имею права тут ехать. Это вообще для королевских особ. Сейчас, конечно, такого уже нет. Но я вспоминаю себя, у меня очень сильно это было. Очень сильно такое чувство, что я где-то вот тут, а есть где-то очень сильно авторитет. Но это, в принципе, опять возвращаясь к архетипу простодушного, который у меня очень сильный такой базовый, архетип ребенка. Ты всегда чувствуешь, что ты какой-то маленький, а есть кто-то большой. И вот эта вот работа над собой, чтобы выровняться и понять, что вообще все мы большие, что вы все взрослые, и что нет уже никаких взрослых, что мы все выросли. Мы все взрослые одинаковые, мы все вот в равной такой позиции находимся друг относительно друга. Это требовалось времени, чтобы я к этому пришла. У меня был очень какой-то долгий период вопрос исследования темы эго. Вообще, хорошо иметь большое эго или плохо иметь большое эго? Эго — это всегда такой вопрос, люди не понимают, хорошо быть эгоистом или нет. Встретила когда-то такую фразу, эго — это размер Бога внутри, а не снаружи. Когда ты четко осознаешь свою силу и понимаешь свой уровень амбиций, понимаешь твой потенциал, которым ты был наделен при рождении, твои способности все осознаешь, и не боишься идти в большой объем влияния, проявленность, у каждого в том что-то свое, в большие бизнесы, в работу с большими людьми, это позитивная сторона эго, это размер внутренней силы, потому что малым ты никому не послужишь. Вот это малодушие — это тоже один из видов грехов, потому что это тоже проявление такого эго теневой части, что я тут лучше постою в стороночке, я тут чего-то еще не такой, хочется привлечь к себе внимание этим лишний раз. На самом деле, это понимание концепции эго как размер Бога внутри, то, как я могу проявлять Бога, ну, тут уже вошли в теологию, но пускай будет, как я могу проявлять Бога через свое, потому что я был как-то рожден не просто так на этот мир, и зачем мне казаться малым, хотя я могу быть большим. И тогда я признала, что вообще-то я хочу большего, вообще-то у меня большие способности, у меня большие амбиции, и вот это осознание состояния, оно очень сильно расширяет. А размер эго снаружи — это когда ты не понимаешь, что все, что тебе дано в этой жизни, и все, что ты приобрел, это не только твоя заслуга. Вот эта гордыня — это как раз то, от чего мы пытаемся уйти, избавиться и как-то отстраниться, потому что, конечно, она приводит к какому-то негативному исходу любого из нас. Тот человек, кто попадает в гордыню, в этот эго снаружи, он получает не очень полезные дары, скажем так, и удары скорее от жизни, от него все отворачиваются, от него все уходят. И вот этот страх оказаться вот в этой гордыне, человека останавливает от того, чтобы принять внутреннее эго свое, вот этот большой внутренний объем, большой потенциал. Но если вы способны это признавать, и параллельно с этим способны признавать большой вклад мира в вашу историю, большой вклад каждого человека, который как-то в вашей истории проявился и повлиял, кто-то про вас где-то рассказал, кто-то выложил про вас какую-то информацию, кто-то вам познакомился, вел вас с нужными людьми, где-то вы просто оказались в нужный момент, в нужный час, в нужное время. От того, что вы будете способны признавать этот вклад большого, большого объема людей в вас, вы никогда не окажетесь в этой гордыне, но объем вашего эго внутреннего будет также большим. Он не скатится в какую-то маленькую, маленькую такую капельку, маленький шарик. Поэтому, когда у меня произошло признание вот этого внутреннего эго большого, мне стало легко общаться с очень влиятельными, большими и крупными людьми. Наверное, вот такое событие в моей жизни было. Очень здорово. Это одна из моих любимых тем, которая, конечно же, касается денег. Вот эта вот фраза, она как раз символизирует верное отношение. Малым ты никому не послужишь. И когда нам кажется, что скромность – это хорошо, а на самом деле скромность красит в серый цвет, и вот это ты очень четко подметила, скромность – это гордыня только с обратной стороны. Да, это точно. Я самый плохой, я ничтожный, вы там все идите, а я лучше в сторонке постою. Это же тоже гордыня. Обратите на меня внимание, я тут самый скромный. Да, да, это правда. Поэтому отказываемся и от одного, и от другого, не взрываем свои таланты в землю. Если нам хочется большего, значит, мы обязаны туда идти. Все, это для нас. Особенно вот это актуально. Вот архетипы есть. Два архетипа – славный малый и простодушный. Это архетипы внутреннего ребенка. И вот им характерна теневая часть, вот эта теневая проявленность – это наша вот эта эго, эгоистичная наша часть. Это чувствовать себя беспомощным, потому что я в этой беспомощности способен привлечь к себе внимание и любовь, и чувствовать себя малым, как это делает славный малый как раз таки. Потому что пока я маленький, пока я не высовываюсь, я буду принят всеми людьми. И когда ты рассказываешь людям о том, что вообще-то это проявление гордыни, что это проявление их эго, у всех включаются вообще нужные механизмы. Они понимают, что что-то не то они делают. Что вообще-то да, это не то, чем стоит заниматься, признавать свою малость. Да, это то же самое открытие, которое происходит у жертв, когда им рассказываешь, открываешь глаза на то, что на самом деле внутри каждой жертвы сидит абьюзер. Да. А на самом-то деле вы, страдающие больше всех, являетесь насильником эмоциональным. Ну ладно, это минутка оптимизма, совсем другая история. Так вот, что хотела я тебя спросить. Конечно же, мне как психологу интересна история преодоления. Было ли страшно? Вот подключается Рейра Рейра и говорит, меня отметили люди, такое-то количество людей за маленькое количество времени. Я должна быть у тебя на консультации. Твои мысли. Страшно-то всегда. Ну типа страшно будет всегда. Но если твой интерес сильнее страха, то ты просто очень легко это как-то проходишь. Сейчас, наверное, мне помогает видение себя в будущем. Я вообще каждому рекомендую это прописать. И когда у вас, блин, нифига не получается, когда все валится, когда вам очень страшно, и вы смотрите вообще-то на видение себя в будущем. И даже, знаешь, это видение прописать из того, а что высшие силы, чем меня наделили, чтобы я вот это создал и сотворил. Ты сидишь и понимаешь, ну, наверное, я очень всем рекомендую книгу «Две жизни» почитать. Такая очень духовная философия, теософия. Там очень много об этом. Иди и делай. Иди и работай. Тебя создали на этой планете, в этом мире. Не чтобы ты сидел и страдал от того, что ты ничего не можешь и боялся сидел. Вставай и делай. Просто, молча. То, что можешь делать здесь и сейчас. И когда мне приходят возможности в виде крупных каких-то топовых экспертов, кто я такая, чтобы от этих возможностей отказываться? Вот я сейчас вот так на это смотрю, что мне вся Вселенная, весь мир преподнес этого человека. Какое я имею право сейчас из-за своих страхов вообще развернуть и все сказать, что я тут с вами не буду работать или что-то еще сделать. В общем, наверное, вот это видение себя и понимание себя очень сильно помогает идти через эти страхи куда-то сильно дальше. Идти вперед. Потому что ты понимаешь, что с этим мы как-то справимся. Ничего страшного. Страшно, но пойдем дальше. Вот видите, друзья, еще можно посмотреть на это с другой стороны. Кто я такой, чтобы отказываться отказываться от возможностей. Да, сто процентов. Может быть, были какие-то моменты, когда было особенно страшно. Что ты в этот момент себе говорила? Да, не знаю, может быть, вспомнишь мысли, типа, блин, я ничтожество, сейчас я начну что-то говорить или работать с ними, они скажут, что я никто, там подумаешь, книжку прочитала и так далее. У меня есть два действия, которые мне помогают. Первое, сместить фокус себя на людей. То есть, когда ты боишься что-то делать, ты очень сильно на себе сфокусирован. Ты думаешь, как ты там будешь выглядеть, как ты сейчас выступишь, а как ты проведешь эту консультацию, да какая хрен разница, как ты проведешь консультацию. Думай о человеке, что ты сейчас ему должен привнести в его жизнь. Думай об аудитории, как ты сейчас должна их поменять своим действием, своей речью, своей статьей, чем угодно. Когда ты смещаешь фокус внимания с себя на других людей, очень сильно отпускает любой страх. И вот эта гордыня, она уходит. Это первое действие, которое мне помогает думать о других людях. Второе действие, это думать о высших силах, о божественном проявлении, о мироздании. Как угодно можно это говорить. Я очень верующий человек, но абсолютно не религиозный. Я бы так сейчас сказала. И поэтому я очень вижу, как вся жизнь нас ведет абсолютно нужными дорогами. И те люди, которые занимаются поиском себя, пожалуйста, перестаньте это делать. Вы просто, когда перестанете искать себя, жизнь вас найдет. Потому что, чтобы найти себя, для этого вообще ничего не нужно делать. Надо только внимательно следить за тем, что вам предлагает жизнь, и идти за этим предложением. Все, больше ничего делать не нужно. Второе действие, видеть, к чему меня призывает мироздание и мир. И когда я начинаю внимательно за этим смотреть и наблюдать, что вот у меня ничего, например, не получается, и все валится из рук. Я обращаюсь, грубо говоря, к миру. Что? Помоги мне понять, что у меня дальше. Какой следующий шаг? Что я не так делаю? И обязательно что-то случается. Какое-то интервью меня наталкивает на новую мысль. Какая-то встреча с каким-то человеком случайным наталкивает меня на новое действие. И я понимаю, что я настолько мала, вот как единица человека, что что мне тут страдать об этом? Мне сейчас вообще все все покажут. Мне люди покажут, что мне делать, если я о них буду думать. И мироздание. Поэтому вот пройти страх помогает два вот этих действия. Смотреть в людей и в их потребности, думать о них, и том, как я могу им помочь. И второе, смотреть в мироздание. Все. От момента, как ты изучила архетипы, прочитала книгу, до момента, когда ты создала программу и сделала продажи, сколько времени прошло? Полгода. Полгода всего прошло. Но вот этот вот глубокий подход, который еще... Когда нарос? Во время учебы? До этого было 30 лет до, когда мы привыкли думать, что мы ничего не делали. Я, знаете, думала, я весь декрет просидела в Инстаграме и прочитала книжки по психологии, по детской. Я думала, что я реально без Дарьи я ничего не делала. Оказывается, я такую насмотренность в Инстаграме сформировала, что просто собрать вот эти вот визуальные атрибуты для меня ничего не стоило вообще. Ну и плюс детская психология очень сильно меня погрузила в понимание вообще психологии, и взрослой в том числе. Потому что какая разница, детский, взрослый. Работает сознание одинаково. И под сознание тоже. И когда полгода, полгода активного действия, перед которым был большой такой потенциал бездействия. Ну бездействие в плане активного бездействия. Бездействие тоже важный период, потому что чтобы вот в такой рост, видите, то есть у меня от нуля, от дохода в ноль до запуска в 1,7 миллионов прошло полгода. Но люди же не видят все, что было до. А все, что было до, там не было активное действие, но там было накопление потенциала. Если у вас сейчас, допустим, нет чего-то, но если вы в этот момент находитесь не просто в лежании, а хотя бы копите потенциал, изучая что-то, исследуя, анализируя, взаимодействуя с большим количеством людей, создавая большой событийный ряд. Вот это тоже важно. Я всегда говорю, создавайте большой событийный ряд в своей жизни любым способом. Да, получается, что полгода, но большой период все равно был до, который мы часто обесцениваем, как мы уже сегодня с тобой поговорили. Сейчас я понимаю, что я достаточно легко это сделала, потому что мой уровень жизни, который был в семье с моим мужем, был достаточно высокий. Мой мозг привык жить на достаточно хорошую сумму денег, путешествовать часто, покупать хорошую одежду. И когда я оказалась в ситуации, когда я с трудом могла себе позволить трусы из Ашана, это правда было. А сколько стоят трусы из Ашана? Я не помню. Представление, что мы... Может, рублей 130, 30, наверное, может быть даже так. В общем, да, было всякое, но я смогла очень быстро сделать этот результат, потому что мой мозг продолжал жить на старом уровне жизни. И для мозга было совершенно естественно выйти в этот уровень дохода достаточно быстро. Потому что все-таки переход между ступенями в уровнях дохода это очень большая работа со своим позволением, со своим расширением и энергетическим, ментальным. И в данном случае у меня его не было. То есть вот этой работы не было, потому что я уже была на том уровне, мне просто скатили вниз, и потом я вернулась обратно. Поэтому, наверное, это тоже сыграло большую роль. Конечно, очень многие вдохновляются моей историей, думаю, что мы сейчас тоже вот так с нуля до 1,7 миллионов за полгода. Наверное, это возможно. Но все-таки мне кажется, что психику так развернуть, ну, кардинально, чтобы ты с уровня 0 до 1,7 миллионов за полгода дошел, очень сложно. И моя история это была про то, что она уже у меня была на том уровне в тот момент. Если вот по-честному говорить, то это так. Вдохновляться все равно полезно, и все равно мы все разные, и все равно изначальные способности даже, например, развиты. Конечно. И генетические способности у нас у каждого свои. Поэтому здесь вообще сложно предугадать, что у кого, в какой момент и как может получиться. Потому что человек – это не то, что целая планета, как я говорю, это просто целый космос, боже мой. Так что, друзья, естественно, вдохновляйтесь, естественно, ставьте большие цели. И самое главное – делайте, и тогда все получится. Да, вдохновляйтесь на то, чтобы делать, но не на то, чтобы любой ценой достигать конкретного результата. Потому что вот этот результат любой ценой – это, как я люблю говорить, теневая часть героев, которые точно так же попадают в эту гордыню и эго и насилуют себя для того, чтобы прийти к этой цели любой ценой. В этот момент, когда ты идешь к цели любой ценой, ты очень скован страхом совершить неправильное действие. И в итоге, когда ты скован страхом совершить неправильное действие, ты не делаешь очень много важных вещей, которые тебя как раз к этой цели могут привести. И вот тоже просто важный момент – идите не к цели, идите к себе. И когда вы идете не к цели, а к себе, и понимаете свой масштаб убийцы, масштаб реализации, вы достаточно легко сможете это пройти, не прорывая потолки, а скатываясь в долину. Потому что я вот даже привожу такую картинку в своем курсе в пример. Когда ты лезешь на гору, тебе очень сложно. Но когда ты просто набираешь свою емкость, идешь к расширению собственных возможностей, становишься полным и емким, ты просто проваливаешься в информационное поле, и все к тебе стекается. У тебя хотят взять консультации, с тобой хотят поработать, с тобой хотят подружиться. Все к тебе, вот как бы ты как в инфополе проваливаешься. Это получается картина, наоборот, ты проваливаешься в долину, и чем ты больше станешь, сам емче, тем глубже ты провалишься на новый уровень. Атлант расправил плечи, прекрасная книжка, она тоже там такая ассоциация, где все предприниматели собираются в долине. Я поэтому очень люблю приводить в пример, говорю, скатывайтесь в долину, зачем вы лезете на гору? Когда вы что-то делаете, думайте не о том, как прийти к цели любой ценой, а о том, как вы сейчас можете расширить свои возможности и способности относительно вас вчерашнего. Когда вы каждый день маленькими шагами расширяете свои навыки, способности, возможности, вы точно придете к тому, к чему вы хотите прийти. Слушай, это очень ценно, то, что ты сейчас сказала, это очень ценно. Друзья, это очень ценно. Обратите внимание. У тебя очень интересная история замужества и развода. Ты даже написала об этом статью в Космополитен. Поделишься опытом? На самом деле мне немножко сейчас неловко за эту статью, потому что я, во-первых, писала ее еще на очень сильной злости, ну, и я писала максимально ее так нейтрально, но редакторы, конечно, любят сгустить тучи вокруг некоторых событий, чтобы это было максимально интересно для аудитории. И она стала полезной для большого количества людей, потому что мне писали девушки, потом находили мои социальные сети, писали мне благодарности, потому что они нашли эту статью просто в поиске Гугла, забивая запрос, как пережить развод. И моя статья им очень сильно помогала. И она называлась даже «Никто не ноль». И я всегда говорила, что даже двухлетний ребенок умеет ходить, может научить этому годовасика, что мы все прошли какой-то большой жизненный путь. И вот путь вот этой обесценки, который был у меня, и как я его прошла, я этим делилась в этой статье с другими девушками, чтобы они понимали, какая в них сила большая есть. Ну и вопрос еще нормализации тоже, вот архетипы, они мне помогли понять, что со мной все так, потому что пока я была в браке, у нас абсолютно разошлась система ценностей, ну, видимо, она и была разной, просто было удобно не замечать этого по некоторым причинам, потому что безопасность была важнее, чем смотреть в систему ценностей человека. Когда она стала очевидной, и не замечать было уже невозможно, я думала, что со мной что-то не так, что я не соответствую какому-то общепринятому стандарту, в котором я оказалась. Оказалось, что со мной все нормально, просто все мы разные. До меня дошло это, блин, она же в 33 года, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но статья была такая, очень гневная, но рабочая, как говорится. И, кстати, я всем порекомендую, мне очень помогла моя подруга, психолог, когда у меня случился развод, и я, конечно, очень переживала. Она говорит, «Так, Надя, первое, что тебе нужно сделать, это найти как можно больше ушей и вылить весь свой гнев». Я говорю, «В смысле, Диля? Я же буду жертвой тогда». Так, Надя, не пари чушь вот эту психологическую. Тебе сейчас нужно максимально вывалить все эмоции, которые в тебе есть, чтобы они не... Перепрожить их максимально быстро. И я действительно просто... Я всех звала в гости. Говорю, «Так, садись, сейчас ты будешь слушать». Я очень быстро прозвучала своим чувством в мир. Вот это вот состояние, когда ты не блокируешь чувства внутри, а ты вот все, что у тебя есть, вся злость, агрессия, разочарование, ненависть, вообще все, ты просто выдаешь это большим потоком во Вселенную. Те Вселенные начинают вдруг внезапно отвечать какими-то событиями. на это. И в какой-то момент я настолько опустошилась в этом, это достаточно быстро произошло. Ну, 2-3 месяца я, наверное, выговаривалась. И я просто поняла, что мне больше неинтересно на эту тему говорить. Все, я пустая. Просто вот так, такое состояние, все. Я помню первый свой вебинарчик, такой маленький по визуалу, и думаю, так, что я могу сделать за неделю? Так, я устала жаловаться. Ко мне подружки придут через неделю в следующий раз. Что я могу такое им рассказать, чтобы уже быть не в жертве, а в герое? Да, потому что выход из состояния жертвы это актуализация героя всегда. И как только вы ставите себе какую-то, придумываете цель и задачу, вы автоматически из этой жертвы вылезаете. То есть для того, чтобы вылезти из какой-то теневой части любого архетипа, нужно что-то другое актуализировать себе. Вот я такая думаю, так, а что можно сделать за неделю? Ну, курс за неделю точно, наверное, не написать. Думаю, ну, запущу какой-то первый свой вебинар. Села, распланировала и сделала. Я заработала 30 тысяч. Для меня это было, типа, 30 тысяч за час вебинара. Как? Типа, это же вообще, какая крутая. Они ко мне все пришли в гости, я все это рассказала. Это был вот такой вот как раз выход из жертвы в героя. И дальше все пошло-поехало. Но очень важно было эту жертву, блин, прожить и дать ей место. Потому что, как ты говоришь, если люди начинают какой-то своей части отказываться, ну, случается беда. Нам кажется, что мы такие, нет, мы не жертвы. На самом деле все внутри проживаем и гундосим вместо 4 месяцев 4 года. Или 44 года. Или 44 года, да. Или 144 года. Так что лучше уж так ярко, сильно поныть максимально хорошо в первые периоды вот эти, дать себе прожить всю эту историю и потом уже с новыми силами пойти, что-то делать. Да, очень важный опыт, потому что развод был не просто, не просто развод, а развод с двумя детьми и без работы. Да, без работы. То есть ты была в декрете долгое время, вообще забыла о том, что такое работа, как платят коммуналку. Ты знаешь, даже да, мало того, что без работы, мы еще и собирались сразу продавать дом. То есть я понимала, что я еще и остаюсь без жилья, и у меня как будто вообще все точки опоры рухнули, и я не понимала вообще, за что захватиться в этом мире. И вот такое очень сильное обнуление. Знаете, говорят вот эти все духовные наставники, тебе нужно поймать точку, когда ты не в прошлом, и не в будущем, а ты вот здесь и сейчас. Оно у меня, само собой, произошло в тот период, и я очень благодарна жизни за проживание вот этого опыта духовного, когда я, блин, оказалась без прошлого, потому что я поняла, что я все придумала, то, что было в прошлом, это была моей фантазией, потому что я придумала и наделила человека некоторыми качественными способами, которые ему были не характерны. Мне было очень приятно видеть перед собой такую картинку, она была неправдой. Я придумала будущее, и я вообще понимала, что оно точно сейчас не осуществится, а психике требуется время для того, чтобы построить новый план для будущего. И мне оставалось жить только сегодняшним днем. Ходить в магазин, как-то добывать еду, что-то как-то придумывать. И когда ты в этом состоянии, тебе вообще ничего не страшно. Я тебе, представь, ты уже умер. Типа, почему бояться? Ты уже умер только что. Классное было состояние, так что я вот отчасти даже вижу очень много позитивного в этом опыте. По крайней мере, вы точно попадете в это состояние, как это называют духовные гуру-самадхи, когда у вас нет ничего, абсолютное обнуление, пустота. И, наверное, сейчас я точно благодарна жизнь за этот опыт, потому что не было бы всего этого без этого. Ты немного опередила мой вопрос, уже начала отвечать на него. Что бы ты порекомендовала женщинам, которые сейчас проходят развод или уже понимают, что развод грозит? Хочешь ли что-то добавить? Наверное, начну с того, стоит ли разводиться. Я бы вот с этого еще начала, потому что очень многие находятся в этом периоде. Я всегда сейчас говорю, отвечайте на вопрос, это решение силы или слабости остаться с этим человеком. Если вы понимаете, что вас связывает что-то, кроме безопасности, то, скорее всего, есть смысл это все сохранять, идти, работать со специалистами, налаживать контакт, коммуникацию и все вот это. И силы. Если вы хотите быть с этим человеком только из слабости, потому что вам страшно изменить что-то в своей жизни, то это повод точно идти и менять ее и решаться на это. Когда вы понимаете, что это из слабости, вы решаетесь на развод и вы со своей истиной соединяетесь в этот момент. Второе, что нужно сделать, это проговорить очень ярко, прокричать эмоции не в того человека, а в мир просто, другим людям. Может быть, и в того тоже. Ну, это не экологично, скажем так, да? Ну, есть для этого другие способы, но главное это вытащить из себя. И третье, когда ты опустошился, брать и делать все. Брать и идти и чувствовать, куда тебя зовет жизнь, идти в эту сторону. Да, и чем больше действий, тем меньше страха. Так устроен наш мозг. Он не может одновременно сильно бояться и много делать. Сто процентов. Когда ты начинаешь много делать, ты перестаешь. Поэтому я говорю, создавайте событийный ряд большой. Не получится здесь, получится тут. Некогда будет переживать, что там не получилось, потому что завтра у вас уже следующее дело. Следующий вебинар. Да, следующий вебинар. За 30 тысяч. Следующее интервью, следующее, еще что-то. Поэтому некогда там переживать даже за то, что не получилось. Потому что меня часто спрашивают, как ты переживаешь, если у тебя там неудачный запуск случился или еще что-то. Я говорю, и я так делаю, чтобы мне некогда было переживать. Отличная, отличная рекомендация. Спасибо за такой живой опыт. У меня женская аудитория и специально для вас я спрашиваю, как ты относишься к подаркам? Как ты их получаешь? Это тема, над которой я работаю в своей жизни, потому что мне сложно принимать подарки, и я не очень умею их нужным образом просить, чтобы это не выглядело из позиции жертвы, чтобы это не выглядело из позиции ты должен мне, и чтобы это не выглядело из позиции, как бы мне тут получить из такой позиции ребенка. Поэтому это такая тема, которую я для себя пока исследую. Мне она интересна. Особенно сложно людям, у которых сильный хранитель, потому что хранители вообще живут в системе долгой вины, и главный страх хранителя это страх того, что тебя посчитают эгоистом. Это просто архетипический факт такой, поэтому вы тоже можете так понять, что с вами все в порядке, если вы это испытываете, если вы это чувствуете, это соответствует вашему архетипу. Но тут тоже надо научиться с этим работать, с этим жить, и как-то из этого выходить. Потому что если в мою сторону сказать, что я что-то сделал для себя, и я эгоистка, все, я буду всему миру доказывать, что это не так, что я не эгоистка, и просто, пожалуйста, не называйте меня так. А есть люди в архетипе любовника, для которого, например, это совершенно естественно, принимать подарки и чувствовать дары мира. Мы, кстати, на тренинге, когда про архетип любовника говорим, мы говорим про изобилие очень много, про чувство, собственно, достоинства и ценности. И это та тема, которую я исследую для себя. Я очень сильно продвинулась в ней относительно своей точки А, скажем так, но я точно знаю, что там еще есть куда идти. Кстати, кто долго со мной, они знают, я очень часто делюсь этой историей, особенно на тренинге про отношения. Свой первый подарок я как раз выбивала из чувства долга. В первом браке я очень стеснялась спросить. Даже если мне очень надо было, я там помню, зимой ходишь-мерзнешь, и как-то намекнуть, что там мне бы теплую куртку, не говоря уже о шубе, боже мой, мне какой-нибудь пуховик бы толстый из базара потолще, чем есть. Нет, ты ходишь такой, мерзнешь, замерзаешь, жопа к штанам примерзает, как сейчас помню, и молчишь. А во втором браке я первый подарок выбивала из позиции «ты мне должен». Сначала впала в жертву, долго, а, ничего мне не дарят, я бедная, несчастная, потом я обозлилась, перешла, значит, в наступление и выбивала его шантажом и угрозами. И я помню его слова «Я тебе подарю, просто потому что ты не в себе». «Хорошо, я подарю, просто потому что ты не в себе». Потому что я настроилась решительно, я поняла, что жизнь моя уже не может быть прежней. Я хочу подарки, и если сейчас мне не подарят, значит, мы расстанемся. То есть такой настрой был серьезный. Я начала биться за этот подарок, не на жизнь, а на смерть. Я помню такие глаза. «Я подарю, просто потому что ты не в себе». Уговорил. Добила, добила. Добила, да. Сейчас у меня хорошо развит архетип любовника, поэтому... Сейчас это не проблема. А каким архетипам легче достаются деньги? Архетипы и деньги. Архетипы и деньги – это тоже очень интересная тема, потому что, ну, конечно, правители, самый такой старший аркан или архетип, хотя я сейчас говорю про шутов и про энергию шута, которые сейчас превалируют над правителями, когда мир рушится, вперед выходят люди с энергией шута, потому что только они способны выживать в мире, где отсутствует стратегия, отсутствует стратегическое мышление, где нет правил. Да, сейчас все правила рушатся, и правителям сейчас сложно. Но, тем не менее, правитель, президент, королева – это такой архетип очень сильной во взрослой личности. Конечно, эти люди всегда, при деньгах, при большом объеме атрибутов власти, это дорогие машины, дорогие сумки, дорогие украшения, все атрибуты статуса и престижа. Но я сейчас люблю говорить про то, что если ты правильно умеешь управлять своими дарами, то деньги к тебе могут прийти через любой архетип, через любую твою силу. Можно быть любовником и можно уметь так проявлять себя, что через этот архетип научиться проявлять в мир свои дары и получать за это деньги. Можно это делать через простодушного. Я очень люблю рассказывать про Филиппа Гузенюка. Это коуч, который коуч от топов компаний, очень крупных, в списке российского Forbes. И он в архетипе простодушного. И вот он как раз этим топом в архетипе правителя помогает актуализировать своих внутренних детей и начать заниматься своей деятельностью в счастье, а не просто заниматься деятельностью. Работать еще и получать от этого удовольствие и наслаждение. И он как бы про счастье в деятельности и через архетип простодушного он продает свои продукты, продает свои услуги какие-то. Можно и так заходить, если ты знаешь, как, куда и к чему приложить свои дары. Вот это важнее, чтобы к вам пришли деньги. Но, конечно, здесь еще нужно понимать про то, что если ты выходишь в какой-то большой объем реализации, в тебе все равно будет актуализирован какой-то из архетипов, как они называются, архетипы королевского двора, архетипы большого влияния. Это мудрец, маг, король и шут. Правители шут, да? То есть если ты все равно попал в это большое влияние на мир, ты все равно будешь где-то в этой стезе находиться. Поэтому без этих четырех архетипов, наверное, будет сложно. Все равно во взрослую часть придется выходить, во взрослую позицию придется актуализировать и брать на себя ответственность. Предстоит каждому. Да, вот у меня как раз два точно есть. Это шут и маг. И я помню, когда я подошла в своем развитии к магу, как раз мой наставник мне сказал, я хотела сделать паузу. Я такая, так, я иду в отпуск. Она такая, нет, ты только что вошла в мага, и ты не можешь, не имеешь права сейчас взять и вот именно сейчас ты должна идти и делать. И я помню, что я в муках создала программу антистресс. И все, кто меня знают, давно стыдила, они все знают эту историю. Взросление, друзья, а вы как хотели, чтобы все легко? Нет, вот так вот оно и происходит. Быть взрослым – это не то, что постоянно находить трудности и преодолевать их, а быть взрослым – это брать ответственность за все, что происходит в твоей жизни, на себя тотально и выстраивать свою жизнь так, как ты хочешь действовать из того, как ты себе представляешь свою дальнейшую жизнь. И это про ответственность в том числе за какие-то материальные блага и про ответственность за твой новый уровень расходов, потому что я всегда говорю, не меряйтесь уровнем доходов, меряйтесь уровнем расходов, насколько ты готов обеспечить ежемесячно себя нужной суммой на тот уровень расходов, который ты хочешь сейчас расширить для себя. Да, знаешь ли ты свой гигиенический минимум, как я говорю, расходов? Да, потому что уровень наших расходов – это тот самый уровень ответственности, который мы готовы на себя взять. Это не всегда про сложность, потому что сложность – это история героя. Доказывая, что ты существуешь, единственным способом, находя все время себе препятствия и справляясь с этими препятствиями. Это история такой ловушки убежденности героя. И герои думают, что выхода другого нет. Вот у правителя тоже есть своя убежденность. У правителя убеждены, что все работает по правилам и по системе. Если вдруг эта система, как сейчас, рушится, как весь мир у нас перестает работать по старым законам, случаются войны, революции, коронавирусы, еще что-то, и все не понимают, что с этим делать, быстро перестроятся на новой рельсе, правителям сложно. Они такие мамонты. А то вперед выходит, как я уже сказала, шут со своей энергией креатива. И шуты – это антикризисные менеджеры. Конечно, они сейчас будут рулить миром, как я считаю. Да, и шуты – это как раз крупные блогеры информационного бизнеса. Это как раз про шутов. И несмотря на то, что старые мамонты, правители вне информационного бизнеса, как они говорят, вот он нормальный бизнес, а это все цыганство какое-то, там что-то непонятное, воздух продаете. Несмотря на то, что правители обесценивают и борются с этим, у них уже ничего не выйдет, потому что новое время, но оно пришло, и оно такое. И вот этим старым мамонтам им действительно сложновато. они не понимают, как включить эту легкость. Это же несерьезность, это же глупость, это же что-то такое, ниже плинтуса пасть. Есть вот два архетипа бунтари-шут, которые на самом деле являются санитарами леса, как волки, которые помогают вычленить и устранить все, что перестало работать. Устранить старые правила, которые перестали работать на развитие мира и системы глобально. И только бунтари это делают через революции, через сражения, а шуты это делают через высмеивание. И у них это здорово получается. Они смеются над тем, что принято считать нормой управителей. И вот мне очень нравится приводить в пример историю развития бизнеса через шута. И очень классный фильм, сериал есть, называется «Не сработало» на русском языке. Это про создание компании WeWorked, как основатель действовал именно через стратегию шута, как он принимал совершенно какие-то нестандартные вещи, идеи. Ему очень крупные инвесторы инвестировали большие суммы денег, именно потому, что он мыслил нелогично, и никто его логику понять вообще не мог. И сериал очень крутой, и там показано, что как только в его компанию решают поставить управленцем сильного правителя, человека, который решает собрать все документы, проанализировать выручку, расходы, все доходы, налоги и так далее, компания рушится от этого, потому что там правила правителей не работали. И вот иногда я тоже еще люблю говорить о том, что развивайтесь через свои сильные качества, через свои сильные стороны. Не всем нужен отдел продаж, не всем нужно продавать через отдел продаж. Некоторые продают через, ну вот как Apple, они продают через создание легенды и религии вокруг своего продукта. Можно вот так делать, если ты умеешь как маг это совершать, а можно через отдел продаж, если ты умеешь управлять людьми, потому что управители суперсила управлять большим объемом чужих рук, и у них как раз таки создание отдела продаж вообще не занимает большого объема энергии, а для мага это будет суперсложно. Магу проще сманипулировать в хорошем смысле, потому что манипуляции имеют разные подтексты, но сделать так, чтобы все люди захотели купить этот продукт, это суперсила мага. А бывают творцы, которые реализуются через создание большого количества контента, и они там настолько распространяются своим контентом, что ты просто не можешь их ни видеть, ни слышать, уже просто они везде есть. А есть шуты, как ты сказала, новые блогеры. В чем плюс шутов? Они не боятся то, что о них подумают вообще, их это вообще никак не беспокоит, у них нет этого страха, что обо мне подумают. И они играют в жизнь на полную катушку. Такие фигуры тут, фигуры там, попробовали здесь, попробовали там, попробовали новые стратегии, новые какие-то штуки. И они про большую проявленность, когда ты не боишься, что о тебе подумают. Конечно, тебе легко проявляться на большой диапазон людей. Ты способен вместить в себя большие, разное количество убеждений, вмещая в себя, в свой аккаунт, в свои блоги, большой объем людей. Поэтому, да, блогеры сейчас на коне, блогеры сейчас рулят, зарабатывают очень большие деньги, несмотря на то, что они не правители. Так что не только правителям суждено быть богатым, особенно сейчас. Все-таки хочу вернуться к этому моменту. Это одна из крайностей. Герой постоянно ищет на жопу трудностей, потому что без преодоления он себя не ощущает важным, полезным, нужным. Да. Или такая история еще схематична, чтобы вам, друзья, было понятно. когда нам кажется, что деньги, кроме того, чтобы получить их за работу, нам еще нужно их заслужить. То есть деньги нужно не только зарабатывать, но и заслуживать. Поэтому мало поработать на работе. Надо еще выгореть на работе, устать, найти там какую-то кучу трудностей и желательно сдохнуть на этой работе. И только тогда посмертно ты можешь разрешить себе эту сумму денег. Нет. Я не про это. Но я все-таки про то, что сегодня вот этот тренд на легкость очень многие понимают неправильно. Да, надо легко относиться к жизни, легко относиться к себе, легко относиться к проблемам, задачам, препятствиям, преодолениям, зонам роста, зонам роста. Но не легкомысленно. И легко это не значит ничего не делать, бездействовать. Я просто сижу, мне легко и деньги приходят сами. вот этот вот момент я хотела обозначить. Все равно придется преодолевать, все равно придется идти, все равно будет что-то не получаться. И нам не нравится, когда у нас не получается с первого раза. Нам же это не нравится, это же некомфортно. Но мы продолжаем, правильно? Мы продолжаем, мы повторяем. И вот эта вот фраза хорошая, которую ты сказала, у нас получается лучше всего то, что мы делали чаще всего. Да. Но должны мы делать. Легко получается, тогда, когда ты сто раз сделал одно и то же действие, тогда тебе легко. Ты сто раз записал рилс или ютуб, или сделал интервью, тебе легко с поиском себя, где мое предназначение, то самое. Слушают советы и думают, что предназначение это там, где легко или там, где хорошо получается. Но на самом деле, когда вы что-то делаете в первый раз, у вас никогда не получится в первый раз. Поэтому вот эта история с тем, что хорошо получается, она очень спорна. У вас в первый раз ничего не получится, если вы после этого каждый раз бросаете, оно и не получится. Поэтому я всегда говорю своим ученикам, участникам, идите не туда, где легко получается, а идите туда, где интересно. Вот это должен быть индикатором вашим. Интересно ли мне, а готов ли я этим заниматься, даже если у меня не получается, как лампочка Эдисона. Готов ли он был еще сто раз попробовать ее переконструировать, чтобы она в конце-то концов зажглась. И он следовал за своим интересом, а не за тем, легко-нелегко получается, не получается. Потому что ваше предназначение не там, где у вас получается, а там, где вам интересно делать даже тогда, когда у вас не получается. Поняли? Не там, где получается зона комфорта, а там, где интересно, друзья. Там, где интересно. Идите туда, где интересно. жертвы вот люди которые впали в это состояние жертвы очень любят быть в ловушке этого позитивного мышления они на как раз думать что они прокаченные все потому что ко всему они научились позитивно относиться на самом деле они наступают себе очень часто на горло в этом позитивном мышлении и в этом позитивном мышлении просто людям в позиции вот ребенка простодушного нравится ничего не делать то есть вместо того чтобы пойти изменить ситуацию в ту сторону где мне бы хотелось как бы она была я лучше буду пытаться видеть в текущей ситуации позитив и ничего не делать вот позитивное мышление это не про то чтобы ничего не делать и пытаться найти позитив любой ситуации а это про то чтобы да это как я говорю вот ты кладешь кладку делаешь кирпичную у дома ты не так кирпич заложил и ты понимаешь что не так заложен но ты такой смотришь выше уже окно стоит да ничего страшного что кирпич не так лежит зато окно какое красивое вот это не та интерпретация позитивного мышления потому что если кирпич там не так стоит он все равно разрушится этот дом но если вы увидев что у вас не так стоит кирпич способны разложить три ряда и переложить тот кирпич и сделать это не гневаясь не злясь а в хорошее расположение духа и в позитивном ключе вот это правильное понимание позитивного мышления когда ты видишь проблему и ты ее решаешь но делаешь это не из какой-то агрессии не из какого-то такого принадлежа ничего вот этого а как ты говоришь легко относясь к ситуации понимаешь что ничего страшного в этом нет вот так нравится да очень интересная метафора как раз такая иллюстративно многим наверняка сейчас стало понятно то что этот один из популярных запросов какой-то какая-то дрянь в жизни случилось как мне с этим примириться как мне с этим смириться я говорю друзья зачем вы себя уговариваете когда вам хорошо вы себя не уговариваете если вас это не устраивает значит это надо менять меня сто процентов я знаю что у тебя в этом году была очень важная инвестиция в твой архетип правителя правитель хозяин обладание система атрибуты да ты купила квартиру да я уже сказала что это вообще моя жизненная история выход из простодушного в правителя проход вот этого всего архетипического круга и чтобы этого правителя в себе взрастить и раскачать ну можно делать несколько действий первое это планировать свою жизнь и наполнять ее планами это очень часто отсутствует у простодушных там славных малых им кажется что это нарушает их свободу если я буду планировать своей жизни время это нарушит мой савод почему не ты говоря знаешь почему потому что они отдыхают только тогда когда все сделали ну да есть такая концепция делал дела гуляй смело управителя такая концепция не работы то что у него делал просто дохриллион и если он будет отдыхать только к это сделал дело он просто умрет поэтому правитель способен в том числе и планировать и отдых понимаешь и вот эта способность управлять временем так что ты способен планировать и свой отдых в том числе это тоже история правителя дальше покупка недвижимости земли и всего материального это тоже история правителя и я в этом году пошла в эту историю и очень страшно было признаюсь прям решиться там на вложение в недвижку ну это кредитная ипотечная недвижимость взять на себя ответственность за оплату этой квартиры за вложение в недвижимость ежемесячные долгосрочные для меня это такой выход в новый уровень взросления взрослости я прям с трудом туда проходила что как я же теперь владелица недвижимости теперь я за нее отвечают а знаешь что случись вдруг я это все это теперь мое и это то за что несу ответственность в общем до планы система материя недвижка это все очень сильно продвигает нас в архетип правителя и эту внутреннюю часть взращивает поэтому всем рекомендую кто хочет прокачать правителя вкладывайте деньги недвижимости да видите потому что деньги есть не у всех архетипов а только у тех которые мы назвали если вы внимательно слушаете слушали вы вспомните и правитель среди них и так как у тебя планы на деньги правильно в том числе в том числе планы на деньги поэтому ты вкладываешься в свой архетип вообще конечно шикарная тема очень интересная я бы еще 500 вопросов задала я их задам друзья потом за кадром уже этого не услышите я предчувствую вопросы как узнать как понять как узнать себя что делать я знаю что у тебя есть курс я вижу что ты профессионал поэтому ты можешь рассказать о своем курсе то как мы одеваемся то как мы проявляемся то как мы дружим можете все это понять уже по этим критериям то какой вы архетип но это не главное от того что вы узнаете с в архетип ко мне многие приходят на консультации говорю что вы хотите мы хотим узнать свой архетип игр идите в интернете прочитайте и вы узнаете я даже такими вопросами не консультирую мне это не интересно потому что смысла в этом нет и говорю что изменится того что вы узнаете что вы мака непростодушный или простодушный анимат толку в этом ноль поэтому здесь важнее не узнать свой архетип а понять как вообще работает вся эта система и как в нужный момент времени через какие инструменты как вот я сейчас про правителя сказала как он актуализируется здесь важно вот понять как каждый из них актуализируется какие у каждого из них есть ловушки чтобы идентифицировать в каком я сейчас убеждение что такое ловушка это убежденность когда человек долго находится в убежденности только одного архетипа он превращает убежденность превращается вот заблуждение он тогда другие картины мира вообще не видит и не признает и он очень узок тогда в этом вот чтобы избавиться от вот этих заблуждений и убежденности какой-то правоте вот этой очень я рекомендую изучить полностью всю эту систему со всех сторон да все 12 архетипов понять раскрыть в себе понять в какой как их можно актуализировать какие у них есть заблуждение ловушки как из них выходить какие есть теневые части как из них выходить это все дико интересно я сама этим горю это люблю и я конечно приглашаю каждого из вас к этому присоединиться поисследовать себя относительно всей этой системы мироздания так что друзья все кому интересно добро пожаловать изучайте себя со стороны архетипов развивайте ну и последний вопрос и я отпускаю наши гости какие твои планы на ближайшие пять лет есть на 5 или на меньше или на большее количество планирование даже тоже правитель я бы очень хотел семью и я это держу как такое намерение своей голове это сложно знаешь спланировать и заставить кого-то стать моим партнером или мужем такие вещи очень сложно шантаж и угрозы тоже куда но у меня есть это намерение я очень семейный человек и это есть моих планах и с точки зрения профессиональной деятельности я очень хочу расширить масштаб аудитории да я сейчас прям выхожу в активную рекламу в активную проявленность потому что до этого я про формировала свои продукты вот они сейчас готовы докручены мне хочется делиться своей философии на большое количество людей и сейчас наверно фокус в этом в теме масштабирования если смотреть еще более глобально для чего все я это делаю я очень люблю свою страну я это поняла в какой-то момент я вижу как мы все живем в дискоразийских отношениях в нашей стране это очень сильно приводит к вот этим вот проблемам которые у нас есть в нашей стране и мне очень хочется чтобы мы начали пользоваться своими дарами они своими теневыми частями и я вижу что я могу на это повлиять повлиять на развитие страны именно преподавательской деятельности именно просвещением людей и погружением их в эту систему и рассказать им про то что они могут быть в разных позициях и показать им как этим можно управлять я вижу еще большое свое больше большой свой вклад в образование детей в воспитании образования так как у меня это по словам очень многих людей очень здорово получается многие меня просят курс сделать по воспитанию детей я всячески от этого отказываюсь открещиваюсь потому что эта тема который в которой у меня нету болевого знаешь вот этого узла то есть мне там так все понятно что я даже не понимал какие проблемы возникают о чем рассказывать о чем рассказывать и так все ясно и но у меня точно есть идея изменить систему образования и не только она не только по нашу страну система образования большой переживает кризис во всем мире сейчас потому что совершенно ясно что когда есть в википедии тебе не нужно обладать знаниями и держать в голове участвовать в передачу улице умкики да не это сейчас важно важно научиться учиться мне очень нравится альтернативная педагогика я есть идея открыть школу налаживать отношения учителей родителей с детьми чтобы они видели в ребенке ребенка они просто свой проект грубо говоря чтобы они научились видеть в ребенке их архетипы их сущности их геометрию я сейчас об этом многое своем блоге рассказано что мне двое детей абсолютно разных и старшая дочка в активном шуте которые вот эти все математика чтение вообще по фене она звезда она на сцене я очень много рассказываю что я спокойно отношусь при том что я там мудрец ученый я могла бы заставить свою дочь читать не знаю как и просто задолбать ее этим но я способна зная всю эту систему оцените ее с точки зрения системы координаты понять что я это не нужно она свои деньги проявленности дело жизни найдет совершенно через другие факторы и знание то система помогает мне не впасть вот в эту вот горе мать которые насилуют своего ребенка и мне хочется конечно этим делиться и из-за этого в том числе мне хочется расти детей истинными не чтобы они были проектами родителей чтобы они были собой и мне видеться в этом большая миссия в рамках моей страны как же это прекрасно я уже вижу что у тебя все получится спасибо мария с точки зрения психологии у тебя все получится с точки зрения архетипов это твое первое видео интервью да и вы представляете когда надя будет уже такой огромной звездой я буду с гордостью говорить что свое первое интервью надя исследователь мудрец знаток архетипов дала именно мне друзья с вами была марина вели с спасибо вам огромное что вы были с нами благодарю тебя да я благодарю тебя что ты пригласила и благодарю всех наших зрителей за внимание сбить дjemям да да comb heaven спавл alguien дети mí игре далее kaa и да с MIT смог